Здравствуйте! Это новости на канале Губерния, в студии Александр Кобыльсков. В начале выпуска коротко о главных темах. Полторы тысячи аккредитованных журналистов и почти четыре часа в прямом эфире в режиме вопрос-ответ. Главное информационное событие года – большая пресс-конференция президента. С какими достижениями страна встречает Новый год, как удалось догнать советские рекорды урожая и какого робота не хватает в Кремле. Засветились и напомнили простые правила, которые могут спасти жизнь 80 волонтеров и три слова, ради которых собрались с наступлением темноты. Покажем. Построили на будущее новый детский сад открыли в Похвестневском районе. Современное оборудование, яркое здание, а мест даже больше, чем пока нужно. Главное информационное событие года – большая пресс-конференция президента страны. В этом году в 12-й раз глава государства отвечал на вопросы российских и зарубежных журналистов. Полторы тысячи представителей СМИ почти четыре часа в прямом эфире. Без подробного ответа не остался ни один, даже самый провокационный вопрос. С какими достижениями страна встречает Новый год, как удалось догнать советский рекорд урожая и какой в это сделала вклад Самарская область. Из Центра международной торговли – репортаж корреспондентов телеканала «Губерния». Глава государства на этот раз отказался от приветственного слова и сразу, чтобы не тратить время, перешел к вопросам. Первый касался экономического положения России. Как сказал Владимир Владимирович Путин, по основному показателю ВВП страны в прошлом году был спад на 3,7%. В этом уже на 0,7%. То есть положительная перемена, безусловно, есть. Идет рост производства машиностроений, химии, полегкой перерабатывающей промышленности. За последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальной заработной платы в реальном секторе экономики. И это в целом настраивает нас на такой позитивный лад, который вселяет определенную уверенность в том, что движение будет положительным и в ближайшей перспективе. Если говорить о социальной сфере, у нас сохраняется положительная динамика в демографии. Естественный прирост населения сохраняется. Чуть-чуть поменьше стала рождаемость, но у нас улучшились показатели посмертности, смертность уменьшилась. И в целом положительная динамика в естественном приросте населения. Отмечу, что для этого в России предпринимается целый ряд мер. Это в том числе открытие центров высокотехнологичной медицины. В Самарской области уже работает современный перинатальный центр. В следующем году откроется клиника сердца. Его возводят за счет частных инвестиций. И здесь смогут проводить до 12 тысяч сложнейших операций в год. Пожалуй, впервые за последние годы в первой части пресс-конференции прозвучал вопрос про сельское хозяйство. Глава государства отметил, достигнутые в этом году результаты – это хорошие возможности для дальнейшего развития. Мы предъявляли в последнее время и радовались за селян, радовались результатом сбора урожая. Когда говорили, что это рекордный за последние годы 117 миллионов тонн, у нас будет свыше 119 миллионов тонн. Это вообще просто отличный показатель. Я хочу поблагодарить селян за эту работу, за этот результат. И хочу отметить, что ничего подобного в новейшей истории России, конечно, не было. В советское время на той территории, которая называлась РСФСР, были примерные показатели в 70-х годах. Самарскую область не отстала, а наоборот внесла один из самых больших вкладов в общий успех – 2 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Лучший результат за последние 20 лет. Вообще вопросов было много – это и о работе региональных банков, дорожном строительстве, конечно, о международной обстановке. Я впервые на пресс-конференции главы государства. Первое, что запомнилось, это действительно открытость президента ко всем журналистам. Это касается и оппозиционных СМИ, и довольно-таки провокационных вопросов, которые звучали. Что касается Самарской области, Владимир Владимирович, отвечая на один из вопросов, рассказал о создании территории приезжающего развития. У нас в Самарской области, в Тольятти тоже в этом году была создана такая зона. Напомню, документ о присвоении Тольятти статуса территории приезжающего развития подписал в сентябре премьер-министр страны. Благодаря большим налоговым льготам в Автоград придут новые компании. Ожидается, что уже через два года общее количество новых рабочих мест составит более 10 тысяч. К 2020 году их будет уже 24, а к 2025 – более 44 тысяч. Общий объем инвестиций может достичь 150 миллиардов рублей. Что касается пресс-конференции, то впервые за последние годы не прозвучало ни одного вопроса, касающегося личной жизни главы государства. Уже ближе к завершению встречи слово взял редактор детского издания. Он передал вопрос 8-летнего мальчика. Какие роботы, по мнению президента, могли помочь работе правительства? Роботы нужны в производстве, в промышленности. Когда мы занимаемся такими чувствительными вопросами от решения, которого зависит судьба миллионов людей, то здесь нужно быть людьми прежде всего. И на роботов здесь трудно ссылаться. Отмечу, что на эту пресс-конференцию было аккредитовано рекордное количество журналистов – порядка полутора тысяч. И она длилась 3 часа 53 минуты. Было задано более 60 вопросов. Виталий Портнов, Ольга Павловская, Алексей Вильмискин. Новости губернии. Москва. И к другим темам. В домах на Карла Маркса и Старозагора в Самаре включили отопление. Напомню, больше суток коммунальщики ликвидировали последствия крупной аварии. Вечером 21 декабря прорвало трубу с горячей водой диаметром 350 мм. В итоге без тепла остались 48 жилых домов. В общей сложности 10,5 тысяч человек, два детских сада и школа. Аварийные бригады работали круглосуточно. Поврежденные участки обнаружили и заменили. Но ситуацию осложняло то, что в этом месте проходит много разных коммуникаций. В итоге батареи в квартирах жителей стали горячими лишь сегодня под утро. В регионе стали меньше хулиганить в общественных местах. По сравнению с прошлым годом число таких преступлений снизилось на 5%. Итоги года подвели на заседание областной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики нарушений. Связывает это с усилением патрулей, в том числе народных дружин и нацгвардии. В лидерах преступления, совершенные под шофе. Чаще стали угонять автомобили и применять оружие. Рост числа преступлений в общественных местах в 2016 году зафиксирован в Куйбышевском районе города Самары на 17%, в городе Тольятти на 5%. Наибольший удельный вес таких преступлений зафиксирован в городе Новокуйбышевске 60%. Елковский район в лидерах по росту данного вида преступниц среди сельских районов. Как отметили участники заседания, затрудняет работу полицейских совершение преступлений в труднодоступных местах, в частности подъездах. Там предложено устанавливать видеокамеры. Еще одно предложение касается банкоматов. У нас по городу Самаре, по области очень много банкоматов, на которых также осуществляется нападение. Банкоматы взрывают, уносят. К владельцам этих банкоматов будет направлено обращение, чтобы данные объекты находились именно под охраной. Под охрану предложено брать оружейные магазины и собственность в неведомственной охране, имеющие оружие, в том числе наградное. Еще есть предложение поощрения работы дружинников. Рядом с театром драмы в Самаре сегодня вспыхнул пожар. Горел деревянный дом по адресу Фрунзе 173. К месту ЧП сотрудники МЧС прибыли через 6 минут после того, как поступил вызов. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожару была присвоена вторая категория сложности. Был риск, что пламя перекинется на соседние постройки. Тушили огонь 11 пожарных расчетов из 50 человек. Сложностей никаких в общем не возникало. Единственное, что может быть позднее оповещение, потому что дом уже горел открытым пламенем. Погибших, пострадавших на месте вызова не допущено. Сгоревший дом официально числится нежилым. Но, по словам соседей, в разрушенном здании нелегально проживали гастарбайтеры. Причину ЧП после тщательной экспертизы должны установить органы дознания. Камер фото- и видеофиксации на самарских дорогах станет больше на 20%. О планах на будущий год рассказали в областном управлении ГИБДД. Гаишник отмечает, что с появлением передвижных и стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации в разы сократилось число ДТП. Водители стали меньше нарушать правила на техническое обслуживание системы региональной безопасности. В областном бюджете заложено 10,5 миллионов рублей. В настоящее время ежедневно мы выставляем передвижных в районе 70 камер. Если говорить про все камеры, то их больше 200. Планируется увеличение выставления комплексов от фиксации на где-то в районе 15-20%. В Самаре за год произошло около 1000 ДТП с пострадавшими. На дорогах города погиб 51 человек, в том числе двое детей. Напомню, есть простые правила безопасности. На один из самых аварийных перекрестков города с наступлением темноты вышли 80 волонтеров. Их было видно издалека, к чему призывали и всех пешеходов. Подробности акции в нашем сюжете. Уважаемые пешеходы, на данном участке движение по диагонали строго запрещено. Разрешено движение только по пешеходным переходам на зеленый сигнал светофора. Проспект Масленниково, улица Мичурина – один из самых аварийных перекрестков областного центра. Одними вербальными понуждениями ситуацию не поправить решили сотрудники госавтоинспекции. Благородной задачей профилактики ДТП была привлечена, как принято говорить, широкая общественность, а именно 80 волонтеров из учебных заведений города. Активисты вооружились не совсем обычными плакатами. Буквы на них набраны с помощью световозвращающих полос. В сгущающихся зимних сумерках воззвания выглядят особенно эффектно. Многие люди, увидев призыв от детей, то они поймут, что, может быть, осознают, что они делают что-то неправильно и в будущем это будет случиться на своих ошибках. Световозвращающие элементы в условиях короткого зимнего дня в разы уменьшают ваши шансы стать жертвой ДТП, уверяют организаторы акции. Особенно рекомендуют такие детям и пожилым людям. Последний трагический случай в Сергиевском районе, когда водитель автомобиля просто не заметил в темноте женщину с двумя детьми, доказывает справедливость требований госавтоинспекции. Вы знаете, констатируем мы факт о том, что люди реагируют. И вот даже видим по территории города Самары, да, Красноглинское шоссе возьмем, Волжское шоссе, у нас уже многие пешеходы передвигаются с элементами световозвращения. Либо с фонариком ходят, светят и показывают, что они идут. По статистике ГИБДД в уходящем году количество наездов на пешеходов сократилось очень незначительно, всего на 2%. Это при общей цифре в 1200 ДТП, где так или иначе пострадали самые незащищенные участники дорожного движения. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губернии. Кнопками экстренного вызова полиции теперь в обязательном порядке должны быть оснащены места массового отдыха детей. Подобные меры обсуждали на заседании профильной международной комиссии при правительстве региона. Речь шла и об изменениях в законодательстве, согласно которым вступают в силу новые требования по перевозке детей. Теперь для этого нельзя использовать транспортное средство, срок эксплуатации которого превышает 10 лет. Беспокойство у членов комиссии вызывают частные перевозки маленьких пассажиров. Когда частные лица, туристические фирмы, родители, сообщество родителей берут на себя очень серьезную ответственность по организации поездки детей. Вот они, как правило, чаще всего и нарушают. Вот здесь из-за незнаний, то есть люди берутся за дело, которого они не знают. При этом они совершенно не думают о том, что это очень серьезная ответственность. Также обсудили и подготовку к новому сезону. Ожидается, что следующим летом в загородных оздоровительных центрах области смогут отдохнуть не менее 50 тысяч школьников. Но основной наплыв детей летом традиционно приходится на лагеря дневного пребывания при школах. Здесь ожидаемая цифра не менее 700 тысяч. Также будут предоставлены путевки 15 тысячам детей из малообеспеченных семей. А пока внеплановые каникулы начались в шести школах и одном детском саду Самарской области. Карантин в связи с ростом заболеваемости ввели в 12 классах и двух дошкольных группах. Тем не менее, по данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог не превышен. За неделю зарегистрировано чуть больше 11 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Половина приходится на Самару. В среднем отмечен рост в сравнении с результатами мониторинга за предыдущую семидневку. По области на 11,46%. По Самаре на 6,32%. Яркое здание, современное оборудование, детский смех и настоящий праздник. В селе Савруха Похвестневского района открылся новый детский сад. Он рассчитан на 180 мест, в то время как в самом населенном пункте детей пока на 50 меньше. Так что проблема очереди в садик для малышей и их родителей здесь решена на несколько лет вперед. Первые впечатления у детей и их родителей узнала Мария Шпакова. Самый центр села Савруха. Даже улица называется Центральная усадьба. Здесь находится школа, сельский дом культуры. А теперь на месте, где раньше был пустырь, появился новый детский сад. Горки, качели и песочница снаружи. Внутри все самое современное. По традиции перерезают красную ленточку. А затем экскурсия по новому дошкольному учреждению. Три этажа, современный пищеблок, прачечная, спортивные и музыкальные залы. Одновременно здесь могут находиться 180 воспитанников. Это 9 групп, включая ясли и логопедическую группу. Проблем с очередностью нет. Детей от года до 7 лет в селе 146. Понимаетесь, что делаете? Губики. А еще что можно сделать? Это ты уже сделал такой губик. На строительство и оснащение детского сада было выделено порядка 164 миллионов рублей. Большая часть из областного бюджета – 90,5 миллионов. Из федерального – 47. Местное софинансирование – 26,5 миллионов рублей. Работы начали в конце 2014 года. Ход строительства контролировал губернатор. В августе этого года глава региона лично посещал объект. Воспитывает сама среда. Поэтому, когда ребенок приходит в красивое здание, которое насыщено и игрушками, и той средой, который будет сформировано, который сегодня еще нет, но это все будет, он по-другому, по-другому формируется его культура, по-другому воспитывается его эстетический вкус. Это чрезвычайно важно. Детям нравится. Потому что сюда приходили уже на репетиции. Дети счастливо, они бегают. Видать, они другие становятся в большом помещении. Да, новые игрушки, вот дочка подсказывает. Такие, такие, нет, квадратики разные, треугольные. Счастливые дети и родители. Всего же в этом году в Самарской области открыли 9 новых детских садов. Таким образом, в регионе создали 3000 новых мест. Мария Шпакова, Сергей Костин, Новости губернии, Похвестневский район. Рукоделие, фитнес и веб-заваленка для тех, кому за 60. Молодой проект для пожилых отмечает первый юбилей. Инициатива Самарской губернской думы сделать жизнь тех, кто вышел на пенсию ярче и интереснее, превратилась в проект «Ветеран живет рядом», в рамках которого студенты и школьники Новокуйбышевска уже 5 лет помогают пенсионерам наладить быт и досуг. О том, что главное все-таки – внимание. Владислав Жирнов. Как и для героев известного кинофильма, для пришедших на юбилейный вечер на пенсии жизнь только и началась. Не часто в более молодые годы выпадало на их долю столько внимания и доброго участия. Более 500 ветеранов образования Новокуйбышевска объединил проект «Ветеран живет рядом». Объединил для того, чтобы подарить роскошь человеческого общения. Если свободно есть время, то оно занято, уже идешь на занятия, занимаешься, общаешься с людьми, проводишь какие-то мероприятия, есть и дни рождения, мы ходим в библиотеку, мы посещаем театры, мы посещаем музеи, то есть нас везде приглашают, мы везде посещаем эти мероприятия. На юбилейном вечере авторы проекта и его участники вспоминали, как все начиналось и чего в итоге удалось достичь. Список получился солидный. Ветераны поют, занимаются фитнесом, лечебной физкультурой, осваивают секреты декоративно-прикладного искусства. У меня неожиданно прошло 5 лет, я очень рад, потому что такой проект в городском округе Новокуйбышевск существует. Мало где у нас в области это есть. Это необыкновенно правильный проект. Он отдает долг нашего уважения к людям труда, от педагогий, которые отдали свои сердца, здоровье, квалификацию в дело воспитания наших детей. Сейчас свою душу и сердце вчерашние педагоги вкладывают в творчество. К юбилею проекта силами ветеранов подготовлена выставка. На каждую из этих работ ушел не один вечер. Каждый стежок, каждая петелька созданы терпеливыми, привыкшими к кропотливой работе руками. Впрочем, молодые волонтеры проекта рассчитывают отвлечь ветеранов от спицы клубка и посадить их за компьютер. Обучаться будут на веб-заваленке. Это виртуальная заваленка, на которой наши ветераны могут посидеть и пообщаться. Уникальный проект новокубышевцев живет и развивается. В его рамках не так давно в более чем трехстах квартирах ветеранов отремонтированы окна, балконы, входные двери. Всего же за пять лет работы проекта из различных источников для помощи ветеранам привлечено более 19 миллионов рублей. Владислав Жирнов, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Это вся информация к этому часу. Всего вам доброго. До свидания. Благодарим за оформление студии профессиональных флористов Садового центра Веры Глуховой.